Приветствую вас на земле Горгибийской и приглашаю в город! Главными гостями праздника стали участники делегации из греческого города Побратима Лариса. Впервые представление на раскопках сопровождалось переводом на греческий язык. Впрочем, многое показанное греческой делегацией в объяснении не нуждалось. Города, оласть, я братья, господи! Для гостей устроили экскурсию по ремесленным мастерским древнего города. Показали раскопки жилых домов первых веков нашей эры с мощенными дворами и подвальными помещениями. Также поведали о зарожденной здесь традициях олимпийского движения и агонистическом каталоге, где давали клятву на честные схватки древнегреческие спортсмены. Основатель киношока и давний друг Анапы Ирина Шевчук признается, каждый раз приезжая в наш город не перестает удивляться. Это уже традиционно, открытие сезона, праздник. Мы всегда хотим, чтобы в Анапе было много отдыхающих, чтобы они были здоровые, веселые, красивые, любили Анапу. Все для этого делаем тоже уже много-много лет. Поэтому как традиционно вот так вот прилетаем уже не первый год, чтобы поздравить, порадоваться. Затем гости перешли на соседнюю площадку. Улица Горького собрала всех любителей джаза. Здесь свое выступление давал ансамбль «Дикселэнд». В Анапском Дикселэнде классический состав инструментов – кларнет, саксофон, труба, тромбон, банджи, гитара, клавиши, туба и ударные. В репертуаре популярные джазовые композиции. Обожаю джаз, сол, великолепная музыка. А этих ребят я просто люблю. Я их видел всего один раз, но я сейчас вижу второй раз. Обожаю Алису Петрову, она прекрасно поет. Это невообразимое соло, когда она исполняет это только голос и барабаны. Это просто великолепно, просто шикарно, очень нравится. Впрочем, каждый мог выбрать представление по своему вкусу. Творческие коллективы работали практически на всех основных площадках курортной зоны. Она побогата на таланты. И этот вечер, посвященный открытию курортного сезона, еще раз в полной мере подтвердил это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова